На развитие экспортного потенциала и выращивание собственных лидеров в последнее время направлена работа Ульяновского правительства. В соответствии с принятой стратегией развития экспорта, перенастроила свою работу и областная корпорация развития предпринимательства. Поэтому встречи руководства региона с предпринимателями проводятся ежеквартально. Если мы хотим развиваться и зарабатывать дальше, нам нужно выходить далеко за рубеж, причем не просто на уровень СНГ, а на макрорегиональных рынках, макрорегиональных в размере планетарном, защищать наши интересы и выводить нашу продукцию. Слава богу, мы уже конкурентно способны. В качестве примера успешного сотрудничества с другими странами можно привести ульяновскую компанию «Сигарт». Это единственный в регионе разработчик качественных решений в сфере спутникового мониторинга. Сотрудники проектируют и разрабатывают схемотехнику, платы, рекламные и упаковочные материалы. Продукция компании поставляется в Индию, Индонезию, Южную Америку, США, Саудовскую Аравию и Иран. Уникальность нашей продукции прежде всего в том, что мы стараемся его сделать максимально надежной и максимально миниатюрной. В нашем бизнесе это является определяющим. Последняя наша разработка – это «Сигарт Бикон», который позволяет отслеживать местоположение ценностей автомобилей, но без использования внешних источников питания. А вот другое предприятие только планирует выводить свою продукцию на западный рынок, но уже может похвастаться неплохим опытом в создании межвагонных переходов. Это первая отечественная компания, работающая в данной сфере. Переговоры идут с заказчиками из Китая, Индии и Швейцарии. Собственно говоря, межвагонный переход – это реальный пример импортозамещения, потому что до нашего появления 100% рынка контролировалось немецкой компанией «Хюбнер», ее дочерним предприятием в России. И, собственно говоря, мы достаточно быстро сделали оригинальную разработку, вывели ее на отечественный рынок. И я думаю, что в ближайшие полтора-два года мы начнем ее реальный экспорт. Им, как и еще не одному десятку компаний, необходима поддержка государства. И областное правительство старается ее оказывать. На последнем совете предпринимателей ульяновские бизнесмены заключили соглашение с Ульяновской торгово-промышленной палатой. Документ предполагает обмен информацией и создание экспертного совета при палате, объединяющий все общественные организации, имеющие отношение к предпринимательской деятельности. Дарья Сударева, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.